Юбилейный 85-й сезон открывает драматический театр Тихоокеанского флота. В честь события в студии программы «Время говорить» художественный руководитель театра, главный режиссер Роман Колотухин. Роман, здравствуйте. В первую очередь хочу вас поздравить с юбилейным 85-м сезоном. Срок уже немалый, лет немало театру. И это только хорошо, потому что такие учреждения, как театры, с возрастом только приобретают опыт, приобретают все новых и новых зрителей. Поэтому мои поздравления. И, насколько мне известно, вы не так давно, ну сравнительно недавно в должности художественного руководителя театра флота. Так вот, интересно, какие, может быть, изменения привнесли в театр с вашим приходом? Расскажите о жизни театра ТОВ сегодня. Ну, действительно, вы совершенно правы. В должности главного режиссера я практически, если так говорить, да, это с января месяца этого года. Особо каких-то изменений в театре на данный момент пока не произошло. Вот. То есть, бытует такое мнение, что приходит главный режиссер новый в театр и начинает кардинально все менять. Полтруппы разгоняет, набирает новую труппу. Репертуар полностью меняет. Полностью репертуар меняет, да. И вот у нас в театре немножко совсем по-другому все сложилось. Первая очередная задача была – это репертуар восстановить. Потому что, ну, были определенные сложности в театре, да. Это и с финансированием какие-то проблемы. Ну, не суть важна. Просто вот такой, как бы, факт. 16 января была встреча с командующим Тихоокеанского флота Сергеем Иосифовичем. Ему огромное спасибо. Он уделяет огромное внимание. Просто не то, что, как бы, просто, да, обращает внимание на театр. А огромный театр. Внимание уделяет театру. Любит театр. И в связи с этим вот связаны такие, как бы, достаточно неплохие для театра перемены. Была задача восстановить репертуар, во-первых. Потому что на период после Нового года ушли актеры. Ну, это нормальная ситуация. Ушел режиссер главный, ушел директор. То есть, вот, из кардинальных каких-то перемен в театре – это вот приход мой на должность главного режиссера и приход нового директора. Нужно было восстановить репертуар, потому что на тот момент было только два спектакля в репертуаре. Это для театра, которому в этом году исполняется 85 лет. Ну, это катастрофически мало, конечно. Ну, и вот пришлось, как бы, на себя взвалить эту ношу. И вместе с артистами, с ребятами мы восстановили репертуар. Параллельно театр, поскольку военный, параллельно и концерты давали, и играли спектакли, которые есть, и восстанавливали. И съездили в Москву на гастроли, на фестиваль военных театров, который проходит раз в два года. Это фестиваль «Звездная маска». Очень неплохо показались. В очередной раз заслужили похвалу от отдела культуры, Министерства обороны. А с каким спектаклем ездили? Мы ездили со спектаклем «Утиная охота». Это постановка режиссера нашего Приморского, это Сергея Руденка. Относительно новая, кстати, постановка. Ну да. Ну, у спектакля тоже такая судьба. Спектакль получился. Потом вот в связи с различными проблемами один актер ушел, второй актер. А тут вот надо на фестиваль ехать и... Вводить срочно новых артистов. Кого-то вводить, да, и кто-то уже в другом театре работает. И вот таким нелегким путем, но тем не менее, спектакль мы собрали. И очень неплохо показали его в Москве. Этот спектакль был отмечен. Я хочу поздравить и артистов, которые были в нем заняты, и режиссера Сергея Руденка. Из кардинальных перемен еще могу порадоваться за театр, то, что в театре наконец-то появились настоящие профессиональные гримерочные столы. В 95-м году театр флота вернулся из Совгавани. И вот вместе с собой весь багаж, это были старые такие еще, наверное, там... Раритетные уже, да? Раритетные, да, гримерочные столы с такими лампочками там, которые... А это очень важно, кстати, свет в первую очередь. Это вот сейчас, ну, тоже в театре как-то какой-то ремонт там в гримерках, потому что театр, прежде всего, для актера должен быть домом. И, конечно, артисты туда не должны приходить отдыхать, там, на диване полежать, да, или в кресле, но тем не менее. Уют он должен быть, потому что какой-то должен быть покой, наверное, психологический, да, а когда у тебя, извините меня, там, да и присесть негде, и тут и холодно, и грязно, и вот эти моменты тоже приходится решать. Ну, благо вот сейчас есть новый директор, и как-то с ним договариваемся. Для него это дело тоже новое, потому что Виталий Александрович Гуртовой – это бывший главный не художественный поведитель, а начальник ансамбля «Песни и пляски» Тихоокеанского флота. И вот он перешел теперь на новую должность к нам в театр. Тоже ему нужно перестраиваться. Мне тоже нужно перестраиваться, потому что я всю жизнь занимался театром, грубо говоря, с другой стороны, да, я актер, был актером, теперь вот на должности главного режиссера. Приходится, ну, чему-то учиться заново. Что-то, ну, вот опыт, допустим, 23-летней работы в театре, он позволяет, да, и помогает, то есть за счет опыта, за счет какого-то понимания чутья. Ну, пришлось какие-то вещи кардинально в себе менять. Потому что то, что я раньше как актер, как бы думал, что вот, да, то теперь как режиссер я вынужден просто каких-то вещей от артистов требовать. И когда они говорят… И от себя, соответственно. И от себя, в первую очередь, конечно же. Когда мне артисты там что-то начинают говорить, что вот, там, это не так, это не эдак, да, я, мне хочется сказать, и артистам тоже, да. Ребята, я про эту профессию знаю, все. Все по справедливости. Все по справедливости. Испытано на себе. Потому что ничего невозможного я от них не требую, да. И чтобы театр жил, чтобы театр развивался, нужно, ну, нужно работать. В свою очередь такой, если можно, взгляд со стороны, да, на театр, мне кажется, эти изменения, да, может быть, где-то в чем-то для кого-то стрессовая ситуация, она послужила только на пользу. Потому что сегодня театр, он становится… Он как-то был, мне кажется, период, с этим сложно спорить, когда как-то меньше о нем говорили, чем о других театрах. А сегодня, я считаю, наравне были хорошие, замечательно громкие премьеры уже за этот небольшой период. Мы сейчас о них поговорим. И вообще, в целом, мне кажется, что для трупа, для артиста, вот эти все вещи, которые вы перечислили, да, сейчас в нашем разговоре, они очень важны. И, например, важны вот эти выезды совместные. Мне кажется, это как-то делает ближе людей в трупе. Ведь труп – это семья. На ваш взгляд, у вас это настоящая дружная семья или нет? Ну, знаете, вот, ну, то, что сейчас в театре происходит, какие-то перемены, кто-то с пониманием относится, кто-то немножко, как бы, да, а нужны ли, вот, нужны ли такие какие-то глобальные перемены. Потому что в театре люди-то, по большому счету, не обязаны дружить, да, и, как говорят, есть такая фраза очень хорошая, нет профессии, хороший человек. Ну, это все слова. А театр – это действительно, вот, если говорят, что кино – это кратковременная связь любовная, да, то театр – это любовь на всю жизнь. Люди, которые приходят в театр, ну, невозможно находиться с человеком в каких-то, в конфронтации, да, иметь какие-то проблемы с партнером и выходить на сцену, грубо говоря, играть любовь, не изображать. Изображать – вот оно и получается. Мы изображаем любовь, мы изображаем дружбу, а когда у людей есть какое-то общее, то, что их объединяет, то, чем они болеют, да, то, что их согревает, да, это потом оно через рамку переходит, и оно в зал уходит. То есть, ну, тогда и зритель видит, что там что-то настоящее происходит. Мне тоже, как бы, нравится, и я тоже стал замечать, что о театре стали больше говорить, слышать, но хотя до сих пор, потому что вот была такая фраза – театр ДОВ. Не театр ТОВ, а театр ДОВ. Да, да, да. Соглаши. И зачастую вот с людьми какими-то разговариваешь, они говорят, вы же работаете в театре ДОВ, театр Дома офицеров флота. Нет. Театр Тихоокеанского флота базируется в здании Дома офицеров флота. Там наша площадка, это Андреевский зал, где проходят основные спектакли. Это есть у нас Петровский зал, где мы проводим концертные какие-то программы, какие-то литературные вечера. Зал помешан. Да. Буквально вот недавно, в марте месяце, когда мы проводили такая акция, есть в нашем театре, это «Ночь в театре», я представил зрителям еще одну площадку, это «Малая сцена театра». Я ее как бы позиционирую, что ли такое модное слово. Или вообще я планирую ее как лаборатория современной драматургии. То есть такая сцена-трансформер, где не обязательно забивать ее полностью, там может быть 20-30 человек, и режиссеры сторонние, и я, и актеры могут заниматься и работать над каким-то материалом, который не всегда, допустим, не понимаешь, пойдет он вообще на зрителя или нет. Стоит ли его брать. И вот такой какой-то пробный шар есть возможность на вот этой лаборатории попробовать. Нащупать, да? Да, как бы прощупать его, просто потрогать руками, выйти на сцену с текстом. Но опять же, не просто читка пьесы, когда сидят актеры, читают пьесу зрителям, и все говорят, да, пьеса хорошая. С таким же успехом пьесу можно дома почитать, книгу. И зачастую зрители говорят, что мое воображение зрительское, когда я просто читаю, оно гораздо объемнее, чем то, что у меня вот просто актеры сидят, там что-то читают. А попробовать еще и походить ногами, ну, дать возможность зрителю посмотреть, даже если ты с текстом находишься, но уже что-то играть. Ведь, по большому счету, зрители приходят в театр для того, чтобы посмотреть, как артисты играют. А уже потом, как бы, наступает момент, что, ну, получается, что вот они там живут. Вот, ну, такая вот история. Мы немножечко говорили уже о спектаклях, которые были, были премьеры. Не могли бы немножечко о них рассказать нам? Что уже успели выдать зрителю? Зрителю, что выдать успели? Ну, вот, пока восстанавливали спектакли, репертуар, готовились там к концертам. У вас очень насыщенный график, я хочу сказать, кто следит за вашим инстаграм-каналом, вы постоянно, даже не понимая, когда вы успеваете, у вас тут же новый спектакль, тут же вы где-то в военной части выступаете, тут же даете концерт на открытой площадке. Это здорово. Там, где нет возможности показать спектакли, выезжает концертная бригада и поднимает, что ли сказать так, боевой дух и патриотический дух. В прошлом сезоне, в конце сезона 5-6 мая, буквально там, в преддверии нашего великого праздника, тоже звучит такой праздник, как бы, великой даты, 9 мая, это День Победы, в Театре Флота вышел спектакль премьерный «Ночь Гельвера». Это спектакль, поставленный по пьесе польского драматурга Ингмара Вилквоста. Могу просто вкратце сказать такой сюжет, да, это действие происходит в 1938 году в Европе, приход к власти Гитлера и решение еврейского вопроса и стала действовать такая программа Евгеника, создание сверхчеловека, наука такая, уничтожение евреев и коллег, и душевнобольных. К этому спектаклю я шел очень долго, родилась идея поставить этот спектакль, она, это где-то, наверное, лет 5 или 6 назад, когда я работаю в Омске, побывал на гастролях в Риге и воочию увидел нашу современную Европу толерантную к фашизму, я увидел просто молодых ребят, которые маршируют в эсэсовских костюмах, там, в форме, и настолько был удивлен, люди, которые там живут, они говорят, Роман, вы этому не удивляетесь, мы удивляемся, что вы удивляетесь. Вот так, в открытую даже? Да, то есть, ну как бы уже, ну как, не в открытую, а где-то там вечером ребята, которые, допустим, туристов обслуживают, ну таких, как виловикши, у них такие бумбоксы там, они сначала музыку днем там крутят всякую разную, так создают настроение, а вечером врубают марши немецкие, одевают там форму, и вот такая история происходит. Это меня очень, не то чтобы впечатлило, вот, я не очень впечатлительный человек, а вот это меня просто, ну даже, просто покоробило. и вот очень хороший мой друг говорит, я тебе дам пьесу интересную, она тебя должна заинтересовать. И он, ну так, подарил мне, что ли, эту пьесу, дал мне это название, Ночь Геллера. и вот начался процесс поиска, возможности эту пьесу либо сыграть в этой пьесе, либо поставить. И вот долго-долго я шел, и уже вот, ну буквально в конце прошлого сезона понял, что если я сейчас этого не сделаю, завтра будет уже поздно. и вот так звезды сошлись, обратился к дирекции театра. Проблема, даже не то, чтобы проблема, а особенность пьесы, в ней занято всего два человека. Пьеса, вообще, ну многие театры ее берут, и она предполагала малую сцену. Ну вот, мой взгляд на эту пьесу энергетика, и то, о чем эта пьеса говорит, мне показалось, она настолько объемная. Поэтому вот идея была перенести эту сцену на пьесу на большую сцену. Вы сами заняты в этом спектакле? Да, и поиск артиста на эту роль, вот актриса у меня есть, это замечательная, талантливейшая актриса нашего театра, это Александра Пряха, она сыграла роль Карлы в этом спектакле, это женщина, которая воспитывает душевнобольного мужчину с, как бы сказать-то, с разумом десятилетнего мальчика. И в ночь, действие происходит в 38-м году, 27-го ноября, в ночь, когда, эта ночь называется, носит название такое «Хрустальная ночь», когда начались еврейские погромы, когда разбивались витрины, вот такое название и есть у этого. Да, отзвуки, да, от этой вот ночи, эта вот ночь называется «Хрустальная», вот, и вот пьеса именно, вот, она рассказывает именно об этой ночи, то, что происходит. Я не буду раскрывать все секреты, просто зрителей приглашаю посмотреть этот спектакль, он у нас и в этом сезоне будет идти как премьерный, потому что, ну, мы дали всего четыре спектакля. Да, он вышел буквально в конце сезона, потом театр занимался подготовкой к дню военно-морскому флоту и не все зрители имели возможность этот спектакль посмотреть. А я думаю, его стоит посмотреть буквально каждому зрителю. Ну да, вот проблема была тоже, знаете, такая пьеса, очень сложная, в ней есть очень много каких-то таких моментов из жесткости и насилия, которые происходят на сцене, но не насилия над, допустим, там, актрисой, то, что зрителю, то, что особенно молодым ребятам не нужно видеть, там, тем же детям, школьникам, да, а насилие, говорится о насилии, о том, как вообще, ну вот, я для себя эту пьесу определил так, и спектакль, это прививка от чумы. И спектакль этот мы ставили к дню победы, чтобы у людей немножко вот этот, знаете, сейчас День Победы, он такой, как шоу вдруг стал, вот этот поход, как бы, да, памяти, это все замечательно, это прекрасно, но вот вдруг люди забыли, что мне кажется, я не настаиваю, да, но что все-таки День Победы это праздник со слезами на глазах, потому что надо помнить о том, во имя чего, это одно дело, но какой ценой этот праздник, эта победа досталась, да, вот об этом, наверное, спектакль, это напоминание, да, что стоит где-то один раз пропустить что-то, и это может вернуться, вот чтобы фашизм никогда не вернулся, чтобы этого никогда больше не повторялось, вот, наверное, этот спектакль стоит смотреть, и школьникам показывать, и взрослым смотреть, это еще раз напоминание, вот. Роман, предлагаю сделать сейчас небольшую паузу, давайте. Прервемся на короткую рекламу, а после продолжим наш разговор, оставайтесь с нами. А мы продолжаем наш разговор с художественным руководителем театра ТОВ Романом Колотухиным. Роман, ну, я думаю, пора рассказать о планах все-таки на предстоящий сезон, который, напомню, откроется совсем скоро в театре ТОВ. Кстати, когда именно? 6 и 7 октября мы всех жителей, гостей города Владивостока приглашаем на открытие 85-го юбилейного сезона нашего театра. Итак, что ждет ваших зрителей в 85-й юбилейный сезон? Ну, давайте начнем с того, что для нашего зрителя мы подготовили небольшой сюрприз. Дело в том, что открытие сезона должно быть ярким, все-таки это праздник для театра, и мы вот у нас есть художественная коллегия театра, и мне вот я предложил как бы на суд художественной коллегии мы выбрали для открытия спектакль, который был поставлен 20 лет назад. Этот спектакль называется «Огни Парижа». Многие зрители его помнят, я надеюсь, да, и знают. Дело в том, что этот спектакль, ну, наверное, с этого спектакля начинается такая французско-комедийная история нашего театра. За этот спектакль нас многие критики ругали. Как вы можете? Драматический театр Тихоокеанского флота. Первая читка пьесы закончилась тем, что две актрисы встали и в слезах просто говорили, мы не имеем права ставить такую пьесу. Нельзя. Тем не менее, на протяжении 20 лет этот спектакль шел на сцене нашего театра. Он объездил всю Камчатку, там, и, по-моему, на Сахалине был, и весь Приморский край. И на этот спектакль практически всегда был полный зал. Вот у этого спектакля такая история. Интересная история. Да, несмотря на то, что вот, ну, это надо отдать должное бывшему главному режиссеру театра Станиславу Мальцеву, то, что вот за этой легкостью французской, за этой какой-то несерьезностью этой комедии, он, как истинно русский человек, да, нашел в этой пьесе то, что присуще, наверное, только, ну, русскому актеру. Это вот именно драматическую линию. То, что все-таки вот у нас театр позиционирует себя, и всегда это было театр о человеке, для человека и про человека. Вот в этой пьесе, вот благодаря артистам на тот момент и режиссеру, вот он эту историю вытянул. Она иногда, ну, вот так, мнение критиков было, она мешает этой пьесе. Вы не про то играете, вы не знаете, как играть французские комедии, здесь не надо про это. Но, тем не менее, спектакль прошел такую проверку 20-летнюю. И вот сейчас мы занимаемся тем, что мы сейчас артисты, естественно, повзрослели за 20 лет, те, кто играл там 18-летних уже играют взрослых, кто-то остался на своих ролях, но, тем не менее, для зрителей мы подготовили сюрприз. 6-7 октября театр флота открывается спектаклем «Огни Парижа». Мы там смеемся и говорим, что возвращение легенды или там восставший из пепла, Но, тем не менее, вот сейчас идут репетиции полным ходом, осталось буквально какие-то там, ну, штрихи доделать, и я думаю, что зрители будут довольны. А мне кажется, как раз особенно интересно будет посмотреть тем, кто много-много лет назад уже видели этот спектакль, правда, и сейчас посмотреть на эти изменения. Просто я знаю, что, ну, вот, допустим, администратор, который этот спектакль продавал там, да, и занимался распространением билетов, приглашал зрителей, я знаю, просто есть люди, которые не пропустили за вот, ну, там за какие-то 10 лет не пропустили ни одного спектакля. И вот мы уже там играешь, там, я просто помню, что мы справляли какой-то юбилей, там 15 лет по моему этому спектаклю на сцене, да, и я, там подходят женщины и говорят, я помню, когда вы были молодым, когда у вас были волосы, и будет такое, а я думаю, господи, 15 лет прошло, она до сих пор помнит, и люди приходят. Вот мы решили проверить еще раз, действительно, ну, мне кажется, это будет хороший подарок, то, что надо начать с какого-то праздника, хотя лично, на мой взгляд, ну, театр все-таки, многие режиссеры, современные особенно, ну, режиссеры, которым я доверяю, умные режиссеры, они сейчас уже говорят, что театр, ну, надоело, хватит развлекать. Театр должен заставлять людей о чем-то задуматься, думать, копаться в себе, да, о чем-то серьезном, потому что, ну, мне кажется, что, вот есть хорошая фраза, люди, ходите в театр, это для души полезно. И сейчас наступает такой момент, мне кажется, у людей, что вот еще чуть-чуть, и люди даже в театр, наверное, начнут ходить с попкорном и с кока-колой. Потому что, для многих, театр все-таки, это какое-то такое развлечение. Буквально, вот, в конце прошлого сезона мы приступили к репетиции новой пьесы, это очень серьезное произведение. Я до конца не определился, будет ли это спектакль на малой сцене или на большой. Скорее всего, это будет малая сцена, достаточно густонаселенная пьеса. Я могу просто сказать, что это пьеса белорусского драматурга Дмитрия Богославского, называется она «Любовь людей». Очень интересный, молодой драматург. Пьеса поставлена и в Европе ставится, и у нас в России. И в спектакле поставленные по этой пьесе какие-то призы, где-то на фестивалях идет. Меня этот материал заинтересовал, мне кажется, он очень любопытный. Буквально через месяц, даже не через месяц, через полтора месяца мы готовимся к фестивалю, который будет проходить в Москве. Этот фестиваль называется «Золотой Витязь». В свое время, господи, там лет, наверное, 10 назад театр флота участвовал в этом фестивале со спектаклем «Чморик». Тоже известная постановка. Да, очень известная постановка. Этот спектакль завоевал на фестивале «Бронзового Витязя». Третье место. Очень достойное место среди таких серьезных театров. Там МХАТ участвовал. Вообще, это международный фестиваль. Вот премьера, которая состоялась в конце сезона, мы отсняли видеоматериал, отправили на суд фестиваля, на жюри. И вот, наверное, из полутора тысяч заявок каких-то, вот пришло сообщение, что, ну, вроде бы как мы, я так пальцы скрестил. Вот последнее письмо, которое пришло, что 5 октября будет заседание комиссии фестиваля, мы подводим итоги и сообщаем вам дату, когда театр флота будет играть этот спектакль именно на этом фестивале. Пока вас тогда не поздравляю заранее, но желаю успехов. Да. Ну, и опять же, да, я говорю, что приближается Новый год, это детские утренники, то, что мы будем радовать детей, Дед Мороз, Снегурочка. Есть идея, да, и ведутся переговоры еще с одним режиссером. И хотелось бы, чтобы вообще, как бы, в театре должно постоянно что-то репетироваться. Процесс не должен останавливаться, поэтому... Это организм. Да, это организм, который должен жить, да, и артисты должны постоянно находиться в форме. Да, тут сказку репетируешь вечером, какой-то серьезный другой материал. И вот сейчас я веду переговоры с режиссером, я надеюсь, будет еще один режиссер работать над какой-то постановкой, там, ну, про название сейчас не говорю. Вот. После Нового года, это март месяц, это, конечно же, ночь в театре, мы опять будем готовить какую-то интересную программу, потому что программа, вот, допустим, в прошлом сезоне мы... Еще один проект возник, да, это театр для детей. Там, допустим, с 10 утра до обеда это только для детей, там, для самых маленьких, где куколки, там, да, вот, какие-то там аниматоры с ними работают, потом, какой-то более серьезный материал. Вот. Родился проект «Золото Серебряного века», это литературно-драматическая программа, и, слава Богу, она вошла в репертуар театра. Называется она «Золото Серебряного века», буквально недавно мы эту программу представили в «Адмиральском сквере», тоже проект театра флота «Адмиральский сквер», где артисты имеют возможность с людьми, вот, ну, грубо говоря, да, именно на улице. Вот мы буквально недавно, 23 сентября проводили, как бы закрыли уличный сезон театра флота. Но хочу всех артистов предупредить, эти программы будут там проводиться, потому что это бойкое место такое, там нужно об этом. И хотим привлечь и ансамбль песни и пляски, и оркестр духовой, потому что «Адмиральский сквер» это какой-то... Хотим, чтобы это стало культурным событием в городе. Что ж, вы очень много сегодня нам рассказали, я думаю, что какие-то все-таки планы стоит оставить сюрпризами. Да, секретов много. Секретов много, а зрителям что сделать? Стоит прийти, просто и посмотреть, и тем, кто еще не знаком с театром флота, прийти и познакомиться с замечательной труппой театра, с главным режиссером Романом Колотухиным. Роман, спасибо вам огромное за этот разговор, была очень интересная беседа. Я желаю вам успехов, развития и побед, в том числе в театральных конкурсах, фестивалях. Спасибо большое. Спасибо вам. Я напоминаю, что это была программа «Время говорить». В студии работала Анна Бережная. Увидимся на Восьмом. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова